Здравствуйте! Это золотые лекции русского мира. Меня зовут Владимир Ильич Карасик. Я доктор филологических наук, профессор в Государственном институте русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Тема нашей сегодняшней лекции «Ценности в языке». Более точное название «Язык мой, дар мой». О чем же мы будем сегодня говорить? Дело в том, что к языку, к определению языка, к пониманию того, что такое язык, можно подойти с разных позиций. Можно посмотреть на то, из чего язык состоит. Что в нем есть? Система звуков, система слов, система словосочетаний, грамматических правил и так далее. Это с точки зрения структуры языка. Можно подойти к языку с другой совершенно позиции и сказать, а для чего он, собственно говоря, используется. И тут мы скажем, что язык – это способ общения, способ воздействия, способ самопредставления и так далее. А можно посмотреть еще и с такой стороны. А на каких нормах, правилах и законах строится язык? Что в нем отражается? Язык представляет собой своеобразный такой арсенал, склад, кладезь, правильнее сказать, культуры. Вот давайте посмотрим вначале на очень важные характеристики русского языка. Я буду иногда приводить примеры не только из русского языка, но вот сейчас я хотел бы сказать несколько слов о русском языке. Вы знаете, в каждом языке и у каждого народа есть понимание того, что такое красивое и что такое некрасивое. Объяснять это, наверное, не нужно. Это что-то, что у нас внутри есть. Мы сразу это понимаем – красивое или некрасивое. Так вот, в русском сознании, и это отражено в языке, показана разница между красивым и прекрасным. Давайте задумаемся. Великая поэтесса Марина Цветаева сказала так. В юности лицо человека может быть красивым? В старости оно может стать прекрасным. Прекрасное – это то, что светится в глазах. Не то, что внешне выражается, а то, что внутри. Это очень важная идея для русского сознания – проникновение во внутренний мир, выход на душу, на то, что внутри. Прекрасный и красивый. Именно поэтому в русском языке, например, есть такое интересное слово, которое, конечно, можно перевести на другие языки, но, тем не менее, оно требует комментария. Смазливый. Это означает, хотя и внешне симпатичный, и вроде бы даже красивый, а вот вызывает какое-то неприятное ощущение. То есть это уже отражено в значениях слов. Мы используем слова. Мы используем слова и выражения, не задумываясь обычно даже, почему это звучит так, а не иначе. Это называется внутренняя форма слова. Это называется ассоциативный баланс слова. По-разному это можно обозначить, но просто, вы знаете, как сказал в свое время замечательный наш поэт, слова сначала лишь ясны, затем значения их туманны. Так вот, когда мы погружаемся в значение слов, мы начинаем видеть эти глубины. Теперь давайте посмотрим на ту же самую красоту несколько иначе. Как вы думаете, что означает выражение? Он некрасиво поступил. Это что, только такая вот оценка с точки зрения внешнего вида? Нет, конечно. Некрасиво по-русски означает недостойно, неправильно. И поэтому это выражается словом некрасиво. Кстати, если мы это попробуем перевести на английский язык, то получится смешно. Для англичан они скажут, пожмут плечами и зададут нам какой-нибудь вопрос, why are you so specific? А почему вы так считаете, что с точки зрения красоты нужно оценивать, что он поступил некрасиво? Это не эстетика. Это нечто другое, это большее. Или, простите меня, пожалуйста, сейчас я приведу несколько такой сниженный пример. Вы все знаете, что в русском языке слово «урод» означает не только человека, у которого видит вообще живое существо, у которого есть какие-то мощные дефекты во внешности. Очень часто это просто отрицательное слово. Какой урод закрыл эту дверь, мы говорим. И тут же опять англичане нам скажут, почему вы считаете, что он уводлив внешне? Да нет, для нас это другая идея. У нас просто слово «красота» имеет более широкий смысл. Может быть, эту идею и продвигал наш великий писатель Фёдор Михайлович Достоевский, который сказал «красота спасет мир». Не только внешняя красота. Разумеется, не только внешняя красота. И обратите внимание, это заложено в значениях слов. То есть, это внутри языка. Это та ценность, которая отражена в самом языке. Это те знания о мире, которые определяют все наше поведение. Как нам надо себя вести? Так или иначе? Посмотрите, как связаны нормы поведения таким вот образом. Что вот мы прекрасно понимаем, что такое удобно и неудобно. Ну, мне удобно сидеть вот в этом кресле. Удобно. Кому-то удобно, чтобы расписание было такое или другое. А с другой стороны, мы можем сказать, «Ох, простите, мне неудобно вам напоминать, но...» и так далее. А ведь это же другое понимание слова «удобно» и «неудобно», согласитесь, да? И как это всё взаимосвязано в нашем сознании, как мы легко переходим от одного к другому, не задумываясь. Вы знаете, вообще, когда мы говорим о языке, это такая таинственная область, где многое скрыто. И как только мы начинаем это вытаскивать из значений слов, мы иногда выходим в очень сложные вещи. Мы сталкиваемся с тупиками. Знаете, это напоминает старинную шутку о том, как один внучок спросил у дедушки, «Дедушка, ты когда ложишься спать, ты бороду кладёшь на одеяло или под одеяло?» С этого момента дедушка перестал спать, потому что он анализировал, так всё-таки голова, борода у него сверху или снизу. Так вот, в языке примерно то же самое. Когда мы начинаем заглядывать в значение слов, мы иногда думаем, «Ох, какая же здесь глубина! Как много здесь сложного, как много здесь непонятного для нас!» Это ценности. Когда мы говорим о ценностях в языке, конечно же, мы имеем в виду классические три огромных ценности. Истина, добро, красота. Я не случайно начал с красоты. Истина, добро, красота. Красота открыта сразу же. Красота не требует объяснения. Добро во многих случаях требует объяснения. Ну и истина, конечно же, истину мы ищем, она бывает скрытой. Ещё один важный момент, то, о чём я вам сейчас говорю, в науке о языке называется концепты. Это то же самое, что понятия, но понятия мы объясняем, а концепты мы можем объяснить, конечно, тоже, но главным образом мы их переживаем. Это переживаемые понятия. За ними стоят разные образы, за ними стоят ситуации и так далее. Ну вот, приведу такой пример. Опять же, при сравнении понятий, концептов и ценностей, скажем, в русской и английской культурах. В русской культуре мы все очень хорошо знаем, что такое друг. Друг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит и так далее. Это мы всё прекрасно понимаем. И вот было специальное исследование того, как отличается понимание друга и дружбы в русском и английском сознании. Спрашивали американцев, спрашивали наши носители языка. Выяснилось следующее. Конечно, во многом здесь совпадает. Это близкий человек, который разделяет ваши взгляды, с которым хорошо вместе проводить время и так далее, и так далее. Он мой друг. А дальше начинается наводка на резкость. Задумайтесь об этом. Дело в том, что в английском языке, английское friend, это не совсем то, что русский друг. Я говорю в целом языке, у всех носителей языка, у конкретных людей это может отличаться. Так вот, в целом, friend – это гораздо более лёгкие отношения, чем русское слово друг. То, что русское слово друг означает, это очень близкие отношения, это другой я. Задумайтесь, это же ведь внутренняя форма слова друг. Другое я. Английское friend – это другое. Ну, в общем-то, это германское слово, тоже, что и немецкое, freind. И здесь в корне слова отсылка к древней богине Фрейе, богине любви, германская богиня любви. Друг – это человек, которого мы любим, с которым нам приятно быть вместе. Не тот, который нас спасает, обратите внимание. Не тот, который всегда готов помочь и так далее. Нет, человек, с которым приятно вместе провести время. Разница видна. То есть, это более точно было бы по-русски словом «приятель». Хотя в наши дни очень часто под влиянием английского, ну, как угодно, русское слово друг стало принимать вот это английское более легкое значение. Отсюда и в интернете друзья. Я с ним расфрендился, например. То есть, мы с ним больше не друзья по переписке, по встречам, в социальных сетях и так далее. И вот, получается, такая интересная вещь, что, когда спрашиваешь американцев, ну и, друг, это какой человек для вас? Вы знаете, поражает их частотность ответа. Они говорят так. The one who listens – это тот, кто может выслушать. По-русски это, само собой разумеется, кстати. Вот здесь есть некоторые установки. Вы знаете, вот сейчас я выхожу на более тонкие, более сложные вещи в объяснении. Знаете, есть некие базовые принципы поведения в русской культуре, в английской культуре. И вот эти базовые принципы поведения состоят в том, что, если мы сравниваем, например, искренность и тактичность, и то и другое ценность, искренность, то есть открытость, то есть готовность быть тем, кто ты есть, открываться, говорить так, как ты чувствуешь, как ты думаешь и так далее. Тактичность – это, во-первых, соблюдение правила такого, что бы я ни сделал, я не должен причинить неудобств другому человеку. Никак. Если придется пожертвовать искренностью, значит, пожертвую искренностью. Но ни в коем случае не нарушу тактичность. Вот перед нами два ориентира, две ценности – искренность и тактичность. Причем я должен сказать, что, конечно же, это может быть по-разному отражено в сознании конкретного человека. Есть такие носители английского языка, носители немецкого языка, которые ведут себя очень по-русски, очень искренне, очень открыто. Есть такие носители русского языка, которые предельно тактичны. Ну, вспомним, например, совет Чехова. Знаете, он говорит так, вот если к вам пришла навстречу женщина, и вы видите, что у нее заплаканные глаза, как вы будете с ней разговаривать? Люди говорят, ну, буду стараться как-то ее, может быть, утешить, то-да-сё. Он скажет, вы знаете, ведь внимательный человек посадит ее в кресло так, чтобы на нее не подул свет. Задумайтесь. Это предельная тактичность, чтобы человек не чувствовал себя неудобно, чтобы она не смущалась из-за этого. Вот, то есть я хочу сказать, что, конечно, в каждой культуре есть разные, так сказать, грани измерения вот этого соотношения искренности и тактичности. Но есть доминирующая характеристика, которая, то есть главенствующая характеристика, которая очень важна для русской культуры, очень важна для английской культуры. Совсем иначе это будет в китайской культуре. Ну и так далее. Тут вещи такого порядка. И здесь я, если бы у нас встреча была такая, что вы могли бы мне сразу же задавать вопросы, я сразу же бы ожидал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, но есть разница в поведении у людей разного возраста. Одно дело дети, подростки, зрелые люди, люди старшего поколения. Есть разница в поведении людей с разным уровнем образования, хотя в наши дни это такой признак, который быстрее всего стирается. Есть определенная разница в поведении людей, живущих в больших городах и в маленьких поселках, в деревне где-то еще, где все друг друга хорошо знают. Там есть свои особенности в поведении. Конечно, это все есть. Но то, что суммируется в языке в целом, отражается именно в значениях слов. И эти значения слов объединяют нас всех, когда мы говорим на русском или на английском, или на немецком. Еще хотелось бы привести вам некоторые примеры такие. Я говорил вам о том, что есть такая ценность, как тактичность. Вы знаете, эта ценность, тактичность приводит к тому, что, скажем, в англоязычном мире, и в Англии, и в Америке, и везде, где люди говорят на английском, как на языке реального общения, не как учебном языке, а на языке реального общения, очень важной является вот такая характеристика, у нее нет русского названия. То есть у нас есть слово, но оно чужое. Приватность. Что такое приватность? Приватность – это соблюдение своих границ и границ другого человека. Это поддержание расстояния между нами во время общения. То есть я могу говорить с вами так, как будто мы находимся на расстоянии одного метра, трех метров, полутора метров. Это можно измерить. Действительно, если совсем близко мы находимся друг к другу, то мы будем говорить так, а если мы уже подальше немножечко друг от друга, то мы будем говорить иначе. Так вот, это выражается не только в расстоянии, это выражается в тематике. Какие вопросы можно задать какому человеку, а какие вопросы нельзя задавать какому человеку? Это нормы приватности. Можно ли, например, давать непрошенные советы? Ну, вы улыбнетесь и скажете, вообще-то, конечно, это неприятно, когда мне дают непрошенные советы. Непрошенный совет – это плохо. Непрошенный совет – это очень плохо. Это вторжение в чужую сферу. Знаете, человек, который очень настойчиво вам помогает, а вам это не нужно, в какой-то степени садист. И тем не менее, и тем не менее, в русской культуре это могут люди как-то перетерпеть. А вот в англоязычном мире это будет прямой протест. И будет выражение что-то типа «mind your business» – «занимайся своим делом». Все. Это не твоя сфера. Нельзя. Категорически нельзя. Нельзя задавать такие вопросы, которые не относятся к твоей сфере. Вот нельзя задавать вопросы. Причем в разных культурах это разные вопросы, разные запреты. Что такое запрет? Это ценность со знаком минус. Вот этого нельзя делать. Нельзя делать такие вещи. Нельзя задавать такие вопросы. Нельзя давать советы. Нельзя смеяться над другим человеком. Нельзя говорить на эту тему. И так далее. Там есть целый ряд вот таких интересных вещей, иногда забавных запретов, которые отражены в приметах. Вспомните, что вы делаете, когда вы идете вместе с другом, и вдруг ваш друг задумался, и вы с ним вместе прошли по разные стороны какого-нибудь там люка или дерева и так далее. То есть тоже определенные нормы поведения. Вспомните, какие нормы у вас. Вот. И здесь я хочу сказать, что, скажем, приватность выражается не только в значениях слов, она выражается даже в грамматике. Скажем, английская просьба очень часто формулируется, ну, у воспитанных людей, разумеется, бывают разные англичане. Так вот, у воспитанных людей она формулируется в виде вопроса. Не могли бы вы сделать то-то, то-то? Причем, обратите внимание, не только вопрос, но еще и сослагательное наклонение, прошедшее время и так далее. Вот. Для чего это делается? Чтобы человеку, у которого так спрашивают, было основание легче отказаться. Сказать, ох, к сожалению, нет, не могу. Вот не могу, могу вот как-то еще иначе. Потому что, когда тебе прямо в лоб говорят, ну, помоги мне, пожалуйста, сделай там тут-то-то, сказать, нет, не помогу, уже тяжелее. Потому что вот здесь тактичность отодвигается на второй план. В английском языке и в английской культуре есть даже, знаете, какое понятие юридическое – burglary. Это вторжение на чужую территорию, неразрешенное. То есть человек, ну, мы понимаем, скажем, человек просто без спроса зашел в чужую комнату. Нельзя. Категорически нельзя. Это по-разному можно объяснить. Иногда это объясняется чисто, знаете, исторически, географически, как угодно. Ну, скажем, усредненный в нашем понимании английский дом, он должен быть двухэтажным. А почему? Ну, вы скажете, да места мало, не хватает, чтобы вот на одном этаже все жили. И да, и нет. Да, конечно, отчасти да. Но еще вторая вещь есть. На втором этаже располагается приватная территория – спальник. Вот туда вход никому, кроме своих, не разрешен. А на первом этаже – да, все имеют право прийти, как угодно. Причем это в некоторых странах, не только в Англии, еще есть такая норма, что окна на первом этаже принципиально нельзя занавешивать. Ничем. Вот они открыты. Все, кто проходит мимо, смотрят, что там на первом этаже у людей делается. Это публичная территория. А сверху, спальня, приватная территория. У нас такого жесткого противопоставления нет. Публичности и приватности по разным причинам. Но этого просто нет. Или немцы. Мы говорим о том, что у немцев есть понятие такое в голове, очень крепкое. Ordnung. Порядок. И вот это немецкое Ordnung muss sein. Должен быть порядок. Вот это четко проходит. Немцы при этом многократно говорят. И мне это говорили. Да нет у нас этого. Никакого порядка у нас нет. Ага. Еще как нет. Если у них есть такое понятие, как термин. Запланированный срок для чего-нибудь. У меня назначен термин с врачом, с кем угодно. На такой-то день ничего не может повлиять на изменение этой даты. Никак. По-русски может изменились обстоятельства. Ну, в конце концов. Ну, позвоним и скажем. Ну, что-то изменилось. Или еще какие вещи. Как вы относитесь к опозданиям? Мы все опаздываем в разных ситуациях. И опаздывать нехорошо. Мы это тоже знаем. И тем не менее. И тем не менее. Есть какие-то нормы. Есть ценности такие в ежедневном поведении нашем, отраженной в языке. Когда мы опаздываем, ну, это простительно. Ну, понятно, что на урок опаздывать нельзя. Нехорошо. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тем людям, которые приходят к вам не с опозданием, а раньше назначенного времени? А вот здесь очень интересная вещь. Ну, конечно, в целом ряде случаев. Ну, пораньше пришел, ничего страшного. Вот там и так далее. А вот на день рождения пришла вам подруга пораньше. Что говорит хозяйка дома? Она говорит, бери нож, строгай салат со мной вместе. Все. Никаких проблем. У немцев ломается что-то внутри при этом. Да как же ты мог вообще посягнуть на мою территорию? Я на это время запланировал что-то другое. Жизнь планируется. Там другая упорядоченность жизни. Или еще один прекрасный концепт, о котором я не могу не сказать. Французский концепт. У него нет даже точного перевода на русский язык. По-французски это звучит savoir vivre. То есть умение получать удовольствие от жизни. Вы скажете, ну и мы тоже умеем получать удовольствие от жизни. Вы знаете, получать удовольствие и дарить другим удовольствие от жизни. Если 50 лет сейчас ситуация во Франции другая, но 50 лет тому назад человек, взрослый любого возраста, увидев даму, идущую ему навстречу, сосредоточенную и так далее, мог ей просто на улице сказать, мадам, вы прекрасно выглядите, улыбнуться. И она бы в ответ улыбнулась и сказала merci, и пошла бы не оглядываясь. Вы представляете себе примерно такую же ситуацию у нас? Мадам, девушка, вы прекрасно выглядите, и девушка скажет, так, что случилось, куда бежать, куда прыгать, на всякий случай. А может быть в этот момент кто-то нас так тихонечко снимает, чтобы потом выложить в YouTube или еще куда-нибудь. У нас не принято. У нас не принято. Так же обычно, как у нас, например, не принято улыбаться всем просто так. А это норма поведения в английском языке, это просто вежливость английская. Вот я говорю вам об этом умении получать удовольствие от жизни. Когда я спрашиваю моих студентов, скажите, пожалуйста, как вы назовете человека, который умеет получать удовольствие от жизни? Вы знаете, в ответ я вижу грустные глаза и такие кривые улыбки. Но он, наверное, не очень честно живет. Ну, какие-то такие вещи у нас. Есть минор, нацеленность на минор. Конечно, я отмечаю, что есть и ценности, которые постоянны, и ценности, которые меняются, и ценности, которые специфичны для той или другой группы населения, это нормально. Ценности меняются в языке и в связи с развитием интернета. Мы настолько стали другими с тех пор, как появился интернет. Вы знаете, в социальных сетях люди ведут себя иначе. Обратите внимание на вот эти постоянные селфи, которые проходят в сетях. Вроде бы мы знаем, что селфи – это что-то похожее на хвастовство. Хвастаться не нужно. Поэтому на всякий случай мы улыбаемся, на всякий случай мы делаем так, чтобы это было смешно, чтобы это не вызвало осуждение кого-то. И тем не менее, очень часто люди делают такие снимки. Мы ведем себя несколько иначе в сети. Я предлагаю вам просто подумать, а что же изменилось в нашем поведении, и как это отражается в языке, и какие появились новые нормы, и какие появились новые запреты. Вы знаете, у нас есть замечательный такой лингвист в Саратовском государственном университете, Ольга Борисовна Сиротинина. Она когда-то сказала, известный профессор, она когда-то сказала, раньше мы извинялись за сниженное слово, а теперь мы извиняемся за высокое слово. Об этом стоит подумать. Мы извиняемся за высокое слово, мы избегаем пафосности. Почему? Откуда это пришло? Свойственно ли это вообще нам? Вы знаете, был такой в Петербурге очень интересный и глубокий профессор, очень глубокий ученый Колесов Владимир Викторович. Он говорил о том, что вообще нелюбовь к риторике – это характеристика русской культуры. Это идет еще от Тургенева. Помните, Аркадий, не говори красиво. Аркадий, не говори красиво. А вот теперь я хочу сделать еще один шаг, чтобы вы увидели целостность культурных норм и запретов и ценностей. Искренность важнее, чем вот такое стремление говорить возвышенным тоном. Действительно, риторика – такой вот способ изъяснения высокими словами – это не наш выбор. Это не наш выбор. Наш великий лингвист Михаил Михайлович Бахтин одну свою незаконченную статью назвал характерным образом риторика в меру ее лживости. Задумайтесь об этом, пожалуйста, тоже. Итак, о чем мы сегодня поговорили, друзья мои? Я сегодня попытался вам охарактеризовать ценности, как некий главный потенциал языка. Ценности, заложенные в коммуникативном поведении, ценности, заложенные в значениях слов. Осмысление этих ценностей, наблюдение за ними сделает вашу жизнь вполне и интереснее. Вы смотрели одну из лекций в проекте «Золотые лекции русского мира». С вами был Владимир Ильич Карасик, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Желаю вам успехов! Продолжение следует...